Приветствую вас! И первое, что я хочу сказать сразу, это то, что советов психологи не дают, мы можем только помочь вам лучше понять себя, понять ситуацию и дать какие-то определенные рекомендации в том, чтобы как-то вот ситуацию разрешить, так, чтобы вам было максимально хорошо. Значит, что я могу сказать по данному моменту, по данной ситуации, значит, вы пишете, что вам подругой по 18 лет, вы учитесь на первом курсе в разных университетах в Грузии с первого класса. Значит, вот, в принципе, ключевой момент вы написали, что вы дружите с подругой с первого класса, то есть вы с детства дружите и, собственно, когда-то вы действительно были очень хорошими, настоящими друзьями. Ну, нужно понимать, что друзья меняются в зависимости от того, как меняются люди. И сейчас произошла такая ситуация, что вы с подругой стали разными. То есть вы достаточно сильно возрослели оба. И нужно понимать, что теперь у подруги у вас совсем другие ценности, совсем другие идеалы и так далее. И нужно понимать, что вы со своей подругой сейчас, скорее всего, вместе уже просто по инерции. Потому что, ну, просто потому, что другого у вас нет. И у нее нет другого, и у вас, в принципе, этого точно нет другого. То есть моменты здесь именно такие. Что вы со своей подругой уже не друзья. Вот это нужно понять. Вы со своей подругой, к сожалению, у них давно совершенно разные люди. Вам нужно это понять и постараться друг друга отпустить. В частности, вам это нужно отпустить. По крайней мере, именно так мне представляется ваша ситуация. Могу приполосить, конечно, и некоторые другие вещи. Ну, например, то, что у вас с вашей подругой произошла когда-то. Скоро конфликт произошел, и вы теперь позинаете его планы, этого конфликта. То есть где-то, где-то что-то, кто-то кого-то не понял, и, собственно, пошло-поехало. Вот как обычно это бывает. Ну, в таком случае нужно вам тогда разобрать. А все-таки, вот, что же случилось-то? Что произошло? Почему вы вдруг стали так соперничать? Может быть, недопонимание какое-то возникло? Может быть, недомолка какая, может быть, конфликт какой. И с подругой нужно об этом поговорить. Мягко, мягко так можно вас поговорить. По душам, без агрессии, без наедов, наедов. Понимаете? Может быть, и такое. По большому счету, ваша основная проблема в том, что вы не можете дружиться с другими людьми. Поэтому эта проблема, и это первое, с чего вам не начинать работать над собой. То есть, вы хотите, чтобы у вас было все. Вы хотите, чтобы у вас были такие же интересы, вы хотите, чтобы у вас были такие же взгляды, как и с вашей подругой. Такого не будет. Можно строить новые отношения. Можно учиться строить новые отношения. А для этого необходимо вырабатывать новые виды деятельности, новые увлечения и сблизиться на этой почве, на этом фоне с другими людьми. Только так вы сможете выстраивать новые отношения. Я понимаю, может быть, что это неприятно. Я отдаю себе в этом отсчет, что вам это может быть неприятно. Но, тем не менее, к сожалению, я думаю, что других вариантов здесь попросту нет. К сожалению. Поэтому, вот так, я думаю, вам нужно поступать. Так, я думаю, вам нужно будет двигаться. Постараться принять то, что вы с подругой уже равные люди. Анализировать вашу совместную жизнь с подругой, я имею ввиду совместную жизнь на наличие определенных проблем между вами. И далее учиться обращать внимание на других людей и взаимодействовать с другими людьми. Также, отдельно хочу сказать, что у вас происходит некое смещение ответственности себя на, знаете, на нее, например. На, вот, когда общие происшествия, общие события. То есть, вы говорите, мы постоянно соперничаем. Но что это значит мы? Это вы принимаете ее выбор. Ну, ваша подруга может делать все, что хочет. Это ее право. Она может сколько угодно фотографироваться. Она может сколько угодно там выпендриваться перед вами. И тогда момент здесь другой. То, что вы позволяете ей манипулировать собой и отвечаете на ее вызов. И вот здесь и кроется основная беда. Почему вы принимаете ее вызов? Что заставляет вас это делать? И вернуть в себе, например, не знаю, сомнения, может быть, в себе, еще что-то. Попробуйте вот это для себя понять. Попробуйте это для себя выяснить. И тогда вам самой же будет проще найти выход из этой ситуации. Ну, а я думаю, на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!